В столице Заполярья выберут студента года. В этом году конкурс празднует свое совершеннолетие. Ровно 18 лет назад впервые был определен самый лучший студент регионального центра. У большинства людей студенческая пора ассоциируется с новым, кардинально отличным от школьного образом жизни. Это период самостоятельности и бурного развития. Период, когда мир кажется безгранично большим и полным возможностей. Достаточно приложить чуть-чуть усилий и все получится. Главное найти время. Идей и стремлений хватит и на троих. Так вот, для таких девушек и молодых людей придуман конкурс на звание лучшего студента. 18 раз конкурс проводится. Мы видим сегодня прямо там шлаг. Это говорит о том, что конкурс пользуется авторитетом, успехом. Ребятам хочется в нем участвовать, потому что все-таки участие в таких конкурсах является для ребят как бы стартовой площадкой. Во-первых, они учатся жить в команде, учатся быть в коллективе. Они учатся быть лидерами. И эти конкурсы учат принимать победу и принимать поражение. Одна из главных задач для организаторов проекта – найти и поощрить самых талантливых. Причем, чтобы победить, нужно не только быть успешным в конкурсах, но и хорошо учиться. Еще одна цель – развить у молодежи активную жизненную позицию и лидерские качества, которые дадут им в будущем преимущество в построении карьеры. Сегодняшний конкурс поможет ребятам познать многое из того, что в жизни им пригодится. И, конечно, тот жизненный опыт, который у них будет складываться в процессе участия в этих испытаниях, а их 11 будет на протяжении года, я, безусловно, уверена, что он поможет им стать, прежде всего, в профессии. Для того, чтобы доказать свое право стать лучшим, нужно пройти 11 испытаний, которые разделены на три этапа. Они включают в себя как проверку интеллектуальных, спортивных, так и творческих способностей молодых людей и девушек. Сами же ребята с огромным азартом принимают участие в конкурсе и непременно надеются на победу. Новые конкурсы – это всегда самореализация, саморазвитие, и интересно, и приобрести связи новые, и победить. Вот самое главное – это победить. Я в себе уверена. На церемонии открытия проекта участники представили на суд жюри небольшую визитку, рассказывающую о выбранной профессии. Здесь ребятам предстояло проявить максимум своей фантазии. Это будет для меня тяжело, потому что я инженер автоматических систем и установок, поэтому это будет, я думаю, смешно, глупо, но надеюсь, что на высокие баллы. По итогам каждого из этапов конкурса число участников будет уменьшаться, а в финал будут допущены не более 20 студентов. В мае следующего года жюри определит трех победителей, один из которых и получит престижнейшее звание и сможет с уверенностью сказать, что он настоящий студент года. Субтитры создавал DimaTorzok